МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент подчеркнул, что соответствующие указы подписаны и направлены в Джогурху Кенеш. Чрезвычайное положение вводится на период с 8.00 часов 25 марта до 8.00 часов 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры. Глава государства подчеркнул, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чрезвычайное положение временной меры, вводимое на всей территории Кыргызской республики, либо в отдельных ее местностях, применяемое исключительно в интересах обеспечения безопасности ее граждан и защиты конституционного строя и представляющее особый правовой режим деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организации, независимо от форм собственности, допускающие установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также прав юридических лиц и возлагающие на них дополнительные обязанности. Условия, основания и порядок введения чрезвычайного положения, биологического характера, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, социального характера, вооруженный мятеж, межэтнические конфликты, массовые беспорядки, сопряженные с насилием и угрозой жизни людей, вооруженный захват и блокирование дорог республиканского значения и стратегических объектов, включая их повреждения, природно-техногенного характера, стихийные бедствия, разрушения, если они представляют непосредственную угрозу конституционному строю, жизненно важным интересам личности, общества, нормальному режиму работы государственных органов и органов местного самоуправления. Меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения. Привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Подразделение уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел Кыргызской республики. Временно выселять граждан из районов, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им других стационарных или временных жилых помещений. Вводить особый режим въезда и выезда граждан. Запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок определенную местность, свою квартиру, дом, выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение. Временно изымать у граждан огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы, а от предприятий, учреждений и организаций, также учебную военную технику, взрывчатые, радиоактивные вещества и материалы, сильнодействующие химически ядовитые вещества. Запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов, а также зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий. Вносить изменения в планы предприятий и организаций по производству и поставкам продукции, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности. Использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и организаций для предотвращения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Запрещать проведение забастовок. Ограничивать или запрещать торговлю оружием, сильнодействующими химическими ядовитыми веществами, а также спиртными напитками и спиртосодержащими веществами. Ограничивать или запрещать использование множительной техники, а также радио и телепередающей аппаратуры, аудио и видеотехники, изымать звукоусиливающие технические средства, вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетения сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение. Вводить особые правила пользования связью. Вводить комендантский час. Приостанавливать деятельность политических партий, общественных организаций, массовых движений, самостоятельных объединений граждан, препятствующих нормализации обстановки. Проверять документы в местах массового скопления граждан, а в необходимых случаях, при имеющихся данных о наличии у граждан оружия, проводить личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств. Изымать с возмещением в установленном законодательном порядке имущества. Уничтожать растения, животных и другое имущество. Регулировать проведение финансовых операций. Использовать государственный материальный резерв для обеспечения первоочередных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Статья 23. Во время чрезвычайного положения запрещается принятие конституционного закона, закон об изменении государственной границы, внесение изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской Республики, проведение референдумов и выборов в государственные органы, какие-либо изменения в структуре, функциях и полномочиях государственных органов, установленных Конституцией Кыргызской Республики. Статья 26. Во время комендантского часа гражданам, в том числе сотрудникам иностранных дипломатических представительств, запрещается находиться на улицах или в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, а также пребывать вне своего жилища без таких документов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok